Астана на ваших экранах. Здравствуйте! Сегодня в программе о событиях главного города страны. Сделана в Астане опера. Театр представит первый проект, в котором декорации, костюмы и хореография отечественны. И только эскизы от оскароносного художника. А также Астана – мировая столица физики. Сделана в Астане опера. Столичный театр оперы и балета для своего «Лебединого озера» сам изготовит костюмы и декорации. И если раньше всю театральную роскошь, например, для спящей красавицы специально для нас готовили в Италии, то теперь это будет отечественный продукт. Правда, все же поможет его создавать Франко Скворчелина – оскароносный художник по костюмам. Она уже привезла и даже показала нам эскизы костюмов главных героев. Нет, национальных орнаментов в костюмах не будет, но мы используем некоторые элементы в декорациях. Вот костюмы главных героев очень богатые, с украшениями, с вышивкой. Адилия, Адетта, вот принц на балу, на охоте. Очень разнообразные фольклорные костюмы у гостей на балу. Это такой прекрасный вызов, потому что на всю работу у нас осталось меньше месяца. Воплощать идеи известного мастера на этот раз будут наши швеи. Их пригласили сюда из цеха в театрах имени Куляш Байситова и Абая. Сейчас они перенимают опыт у Франки Скворчелина и ее ассистенток. Оказывается, даже к пошиву классических костюмов у заморских мастеров другой подход. Если наши работают строго по лекалам, то итальянцы импровизируют даже на этой стадии подготовки к спектаклю. Наши калеты делаются выточками, вот мужской калет. А у них нет, нету никаких выточек. Вот одевает, она вот, Даниэла, одевает на манекен целый материал, вот метр. И делает вытвореку без выточек, без ничего. И женская тоже. Она может взять пять метров ткани и налепить там полметра, если так. Вот с одной стороны вообще интересно наблюдать за ней. Вот 10 метров ткани на один плащ. Вот так начинается платье для одетты или одилии. Здесь будут парча и бархат, камни и бисер. Все это художник уже выбрала. К слову, покупали все материалы в Алматы. Госпожа Скворчелина признается, что всем довольна и качеством ткани, и еще больше энтузиазма мастерить. Впереди осталась главная работа. Я готовлю костюмы уже для третьего спектакля «Вастана опера». И каждый раз это вызов. И каждый раз это большое удовольствие. Я видела, как мастерицы начали изготавливать лекала. Все отлично. Я думаю, мы поняли друг друга. Нам ведь предстоит вместе рассказать красивую, незабываемую сказку. Так как ваши мастерицы вдохновились, их энтузиазм – это прекрасно. Все 150 костюмов для «Лебединого озера» намерены шить к началу апреля. Тогда же обещают и презентовать готовые костюмы. Во всей красе наряды и декорации можно будет увидеть на премьере, которая намечена на 25, 26 и 27 апреля. На базе Назарбаев-центра откроется библиотека первого президента Республики Казахстан, лидера нации. Она должна будет обеспечить функционирование личной библиотеки и личного архива первого президента Республики Казахстан, а также изучение истории, становления и развития Казахстана. Также в столице должна появиться Национальная картинная галерея Астана. Правительству Республики уже дан ряд соответствующих поручений. В июле Астана станет мировой столицей физики. С 13 июля в городе пройдет 45-я международная олимпиада по физике International Physics Olympiad. Проводится с 60-х годов прошлого века и считается самой престижной в мире олимпиадой по физике. Ее победители напрямую поступают в самые лучшие университеты мира. За право провести эту олимпиаду претендовали Япония, Южная Корея, Сингапур, Россия и США. Но выиграл почетное право именно Казахстан. Обычно рассматриваются страны, которые хорошо выступают на олимпиадах, и у которых есть соответствующая инфраструктура и база. Город, в котором проводится олимпиада, в этот год официально называется мировой столицей физики. На этом наша программа подошла к концу. Посмотреть этот и другие выпуски нашей программы вы можете на официальном сайте телеканала 24КЗ, разделе телепроекты. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин